Вопрос решен. Генподрядчиком строительства стадиона Самара-Арена остается ПСО «Казань». При этом вся документация передается на федеральный уровень, так же, как и с другими стадионами, строящимися к чемпионату в России. Предельная стоимость работ по спортообъекту – 18 миллиардов 200 миллионов рублей. Сэкономить удастся на внутренней отделке помещений, в том числе ВИП-ложь. Чтобы вернуться в график, подрядчик пообещал ускорить темпы. Подрядчик берет на себя обязательство ускорить сейчас работы на объекте, больше выставить техники и людей, нагнать все сроки к ноябрю. Проектная документация передается Министерству спорта. Проектная документация будет в тех пределах, в которых это возможно, упрощена, с тем, чтобы сэкономить на неподрядных работах. Завершить строительство подрядчики должны к концу 2017-го. Экономия не повлияет на итоговые параметры и функционал стадиона. Весь каркас сделан. О чем речь идет сейчас? Самое важное сделано. Самое важное сделано. Основа вся сделана. Все заинтересованы, чтобы стадион был хорош. Здесь будут проводиться четвертьфинальные матчи. Здесь будет играть сборная России третий матч после Москвы, Питера в Самаре. И понятно, что стадион будет соответствовать всем абсолютно требованиям. Как отметил Игорь Шувалов, подготовка к чемпионату в Самаре идет неплохо. По некоторым объектам даже с опережением графика. В хорошем состоянии гостиничный фонд строятся дороги и развязки. Важно, какое наследие ставит мировое футбольное первенство жителям города. Вообще мы заинтересованы в том, чтобы город получил обновление, совершенно другую городскую среду. И мы будем для этого совместно стараться. И федеральное правительство, и правительство Самарской области. В очень хорошем состоянии аэропорт. Один из современнейших в мире, я могу сказать, функционален, удобен для пассажиров. В центре внимания и организация железнодорожного сообщения по маршруту Самара-Курумыч-Тольятти. Этот вопрос также обсуждали на совещании. Работу в этом направлении областные власти ведут с железной дорогой и Министерством транспорта России. Есть интересные проекты, которые могут быть реализованы с участием иностранных инвесторов. Этот проект должен воплотиться в жизнь и без привязки к Мундиалю. Марина Кравцова, События.